Принцу Гарри жестоко досталось от бабушки и отца на день рождения. Скандал не утихает после таких событий. Принц Гарри не ожидал такого отношения к себе со стороны королевской семьи. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail. Как известно, 15 сентября принц Гарри отмечал свое 36-летие. И по традиции члены королевской семьи в социальных сетях поздравили бывшего герцога со знаменательным днем. Однако в поздравительных публикациях не было ни одного упоминания его жены Меган Маркл. Как утверждает королевский эксперт Аманда Платтелл, пренебрежение к Маркл со стороны Букингемского дворца стало очевидное, когда на одном из фото с принцем Гарри и Вильямом была герцогиня Кембриджская. По словам Аманды, такой поступок королевского дворца сильно ранил принца Гарри, который переехал с Меган Маркл в США. Несмотря на то, что дворцовый протокол диктует, чтобы супруги не включались в фотографии именинников королевских фамилий, принцу Гарри должно было быть очень больно видеть, что изображения, подобранные к поздравительным постам, его бабушки, отца и брата были без Меган. Добавила она в комментарии журналистам. Данная ситуация разделила поклонников Букингемского дворца сразу на два лагеря. Некоторые встали на сторону Меган Маркл, которую у Елизаветы II решили забыть. Но были и такие, которые напомнили, что сама Мега не сильно горела, когда ее поздравили с ним рождение и фотографии, где не было принца Гарри. Ранее мы рассказывали, как у Елизаветы II эффективно проучили принца Гарри. 15 сентября принц Гарри отмечал свое 36-летие. Герцоги Кембриджские опубликовали совместные фото с Гарри, под которым написали «Поздравляем принца Гарри с ним рождение! Интересно, что на снимке нет Меган Маркл!» Похожие поздравления с фото появились в инстаграм-аккаунтах принца Чарльза и королевы Елизаветы II, где также нет герцогини Меган Маркл. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео, а также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного! Благодарим, что вы с нами! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!